Всем привет! С вами 3D Tool, меня зовут Захарчев Иван и сегодня мы ответим на 10 самых популярных вопросов наших клиентов о 3D принтерах. Для начала немного обо мне. Я руководитель сервисного отдела компании 3D Tool. Работаю в отрасли более 6 лет, 5 из которых в качестве сервисного специалиста. За это время я сформировал список наиболее часто задаваемых клиентами вопросов относительно 3D принтеров. Попробуем сегодня на них ответить. Поехали! Высота слоя это параметр, указывающий на толщину полоски материала, выдавливаемого экструдером на рабочую поверхность. Этот параметр также указывает на качество внешней поверхности изделия. Чем тоньше слой, тем более гладким будет ваше изделие, при этом пропорционально увеличивается время печати. Минимально FDM 3D принтеры могут достигать толщины слоя до 20 микрон, как у Picasso Designer XL, однако на практике редко когда необходимо печатать тоньше 100 или 200 микрон. Точность позиционирования это параметр, отражающий точность перемещения рабочего инструмента относительно осей X и Y. Иными словами, это погрешность движения кинематики. Чем параметр меньше, тем точнее будут выполнены ваши изделия. Для примера, 3D принтер на цилиндрических валах всегда будет менее точным, чем аппарат с рельсовыми направляющими. Зачастую некоторые элементы 3D модели нависают над рабочей поверхностью по вертикали, буквально висят в воздухе. Для того, чтобы материал не провалился вниз под собственным весом во время печати, существуют поддерживающие структуры, которые легче всего описать как перпендикуляр к рабочей плоскости от поверхности моделей, выполняющей роль опоры для таких элементов. При необходимости частой печати сложных 3D моделей с множеством нависающих элементов, а соответственно и большим количеством поддержек, используют 3D принтеры с дополнительными экструдерами, которыми печатают поддержки из воды и кислоторастворимых материалов, избегая тем самым сложного процесса механического очищения поддержек вручную. Это выглядит следующим образом. Первый экструдер заправляют базовым материалом, например, ABS или PLA. Второй – растворимым материалом поддержки, PVA или HIPS. Отличным примером двухэкструдерного 3D принтера является Picasso Designer X Pro с умной системой качающихся Sopel Jet Switch. В переводе с латыни от Hizio – прилипание. Этот параметр означает эффект сцепления поверхностей разнородных тел между собой, в нашем случае первого слоя печатаемой модели и рабочей поверхности стола 3D принтера. Чем сильнее адгезия первого слоя, тем лучше напечатается наша модель. Этот параметр также сильно зависит от выбранного материала. Некоторые пластики требуют повышенной температуры окружающей среды, а также наличие нагревательного стола. Для этого многие 3D принтеры обладают закрытыми камерами для удержания внутри горячего воздуха и предотвращения случайных сквозняков. Также для улучшения адгезии применяют различные средства – адгезивы, например, 3D-лак от компании Picasso 3D. Как правило, это калибровка рабочей области или нагревательного стола. Нагревательный стол может быть откалиброван по плоскости или высоте. Оба параметра выставляются относительно сопла печатающего блока и напрямую влияют на процесс печати. Раскалиброванный по плоскости принтер будет печатать плохо или не будет печатать вообще. Существует три вида калибровки – ручная, автоматическая и полуавтоматическая. Вручной необходимо регулировать положение крайних точек вручную, подкручивая винты регулировки. При автоматической или полуавтоматической регулировке принтер делает это самостоятельно. Или при вашем минимальном вмешательстве. Скорость печати подразумевает соотношение объема выдаваемого материала к скорости перемещения сопла. Это комплексный параметр, и чаще всего он зависит от сложности геометрии самого изделия. Чем больше прерываний резких перемещений с точки в точку, тем медленнее будет печать. Чем равномернее двигается сопло, тем быстрее можно будет подавать пластик. Также этот параметр ограничен материалом и выбранным качеством печати. Более гладкие модели всегда будут печататься медленнее, более шероховатых или слоистых. Автономно могут работать 3D-принтеры, оборудованные внутренней памятью или слотом под SD-карту. Принтеры, не оборудованные таким узлом, должны быть постоянно подключены к компьютеру или ноутбуку и не могут называться автономными. Также существуют модели, управляемые удаленно через Wi-Fi, например, Race 3D Pro 2 или Designer XL. Только FDM-технология насчитывает более 50 разновидностей материалов. Из любого термополимера можно сделать филамент для 3D-печати. Обобщая, можно выделить несколько категорий материалов. Твердые ABS или PLA, упругие пластики филаментарно-прототайпер, гибкие флекс, пластики с повышенной прочностью и различные композитные нити, например, нить с добавлением бронзовой или древесной пыли. В первую очередь качеством компонентов, из которых он собран. Принтер за 300 тысяч будет собран из дорогих комплектующих с использованием самых передовых технологий. Тогда как более дешевый аналог, скорее всего, будет собран из дешевых китайских комплектующих и не сможет похвастаться надежностью. Второе отличие – это удобство эксплуатации и минимизация участия оператора в процессе 3D-печати. Другими словами, дорогие 3D-принтеры можно назвать максимально автоматизированными. Достал из коробки и запустил 3D-печать. Дешевые модели из Китая, как правило, приходится долго настраивать и делать это постоянно. Также на стоимость влияет размер рабочей области печати, система автоматизации и оповещения, наличие дополнительных печатающих блоков и многое другое. Но случаются исключения. Например, отечественный Zenit обладает привлекательной ценой, при этом являясь одним из самых надежных на рынке решений. Другой отличный пример – Picasso Designer X. Благодаря умным системам на борту, позволяет пользоваться им даже самым неопытным новичкам. А на этом все. Спасибо за просмотр. Оставшиеся вопросы пишите внизу в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить наши следующие видео. Пока!